FIFA World Cup, организация в России. Главный вопрос для грузинских любителей футбола – как попасть на чемпионат? Учитывая жесткий визовый режим между странами, билет на Мундиаль 2018 может оказаться проблемой. Своего разочарования не смог скрыть Ника Кавторадзе, бывший руководитель фан-клуба сборной Грузии. Россия – не дружелюбная страна. Она не имеет права на то, что Олимпиада была в Сочи. И вдруг FIFA дает возможность им провести чемпионат мира. Премьер-министр России Владимир Путин на церемонию голосования не поехал. Однако сразу после того, как стали известны результаты, вылетел в Швейцарию. Я планировал сюда приехать для того, чтобы представить нашу заявку. И для меня было сложным решением отказаться от этой поездки. Я считал, что нужно дать членам исполнительного комитета FIFA спокойно голосовать без всякого давления. Объявление результатов расстроило английскую делегацию, в состав которой входили принц Уильям и знаменитый футболист Дэвид Бэкхэм. Я очень разочарован. У нас была прекрасная презентация, и наша команда провела большой объем работы. Но поздравляю Россию с этой победой. К сожалению, нам не хватило голосов. Никто меня не убедит, что мы не заслуживали победы. Надеюсь, что когда-нибудь мировое первенство пройдет и в нашей стране. Предстоящий мировой форум пройдет в 13 городах России. Это значит, что должно быть подготовлено минимум 13 стадионов вместимостью в 40 тысяч человек. На данном этапе в стране есть лишь одна арена, удовлетворяющая таким требованиям. Только на реконструкцию и строительство стадионов потребуется порядка 4 миллиардов долларов. И это по официальной версии. А если добавить затраты на реабилитацию автомобильных и железных дорог, гостиничного и туристического сектора, то получится пугающая россиян цифра – порядка 15 миллиардов долларов. Чемпионат мира грозит превратиться для России в самый дорогой проект в истории. Нодар Мойсурадзе, Ираклина Руашвили, Георгий Георгий Руашвили, канал КИП.